Всем привет! Вы на канале Хвойный и с вами его ведущий и владелец Алексей. Возможно, если вы подписаны на мою страницу в Telegram, вы знаете уже, что я продал растения в контейнере P9. Вот то, что у меня осталось. В основном остались растения, которые я себе оставил на маточник, ну и бересклеты. Бересклеты я буду реализовывать осенью, наверное, какую-то часть, а какую-то часть хочу попробовать пересадить на контейнеры C2 для продажи весной. Ну, давайте сегодня я расскажу вам о тех растениях, которые я выбрал на маточник. Кстати, если кому-то будут интересны новости, которые происходят в моем питомнике, то можете подписываться на мою страницу в Telegram, ссылка будет в описании. Так, начнем. Это у меня минжулип. Минжулип в этом году очень хорошо пользовался спросом, поэтому я его оставил себе на маточник для того, чтобы делать его больше. В этом году он вот такой красавчик. Вот вообще, хорошенький. Мне минжулип очень сильно нравится. Он хорошо черенкуется, растет быстро, стрижку любит. Так, в озере минжулип у меня стоит туя салант. В этом году это, наверное, одна из самых популярных туй у меня. Потому что все, кому я ее показывал, все ее хотели. Туя салант я себе оставил около 50 штук. Потому что сорт этот перспективный. Если, допустим, смарагд уже, как бы, его слишком много на рынке. Давайте я вам смарагд покажу. Вот смарагд. Смарагда очень много на рынке. И поэтому конкурировать там с крупными питомниками, которые там его делают 100 тысяч, 200 миллион штук в год, я просто-напросто не могу. То туя салант, ну, на нее и ценник чуть-чуть повыше, чем на смарагд, и спрос на нее получше. Так что, как-то так. Так, тут у нас еще есть принц-уэльский. Ну, это довольно-таки интересный сорт. Он стелющийся. В этом году на него тоже был спрос хороший. Поэтому я решил его себе оставить. Также я хочу сделать из принца-уэльского небольшую клумбочку у себя дома. Мне он понравился. Тут же у нас стоит андорровый регата. Сорт тоже перспективный. Его любят люди. За его как раз-таки варегатность. Так, сейчас, может, покажу, где бы его побольше было. Но его у меня было немного, поэтому весь материал пойдет на маточник. Тут у меня стоит блюэру и рядом с ним спартан. Сейчас солнце яркое. Надеюсь, что это будет видно. Блюэру я рассадил только по весне. Поэтому я надеюсь, что к осени они окрепнут и пойдут тоже на маточник. Какая-то часть. А какая-то часть, наверное, пойдет на горшок С2. Возле блюэру стоит спартан. Его я, скорее всего, тоже высажу на маточник, чтобы он был. Но пока черенковать его я, наверное, не буду. Потому что очень плохо он черенкуется. Я еще не понял его. Если, допустим, блюэру хоть как-то укореняется у меня, то спартан там, ну, можно сказать, что вообще никак. Но на всякий случай я его на маточник высажу. Потому что, мало ли, вдруг, когда-то у меня получится его разводить. И буду я его тоже резать. Так что это работа на перспективу. Ну, а сейчас я вам хочу показать один из моих самых любимых сортов. Который для меня стал просто открытием. Это можжевельник. Он называется Blue and Gold. Очень интересный сорт. Он не варегатный, а он именно желтый такой. Ну, очень красивый. Ну, конечно, на камере, скорее всего, это все не передастся. Он, наверное, будет больше как зеленый варегатный. Но в жизни он именно голубой. И желтый. Очень красивый. Мне он нравится. А теперь хочу вам показать тис. Это тис называется Farman. В этом году он просто каким-то бешеным спросом у меня пользовался. Все его хотят. Но есть одна небольшая проблема. Во-первых, у меня его мало. Во-вторых, он не так уж и хорошо черенкуется пока еще. Потому что технология не отработана. Поэтому я решил около 100 штук оставить себе на маточник. Но в целом тис мне очень сильно нравится. Вот такие вот прекрасные растения получились у меня. Поэтому я надеюсь, что я их высажу на маточник. И уже хотя бы в следующем году, может быть, по несколько черенков с них сниму. Было бы вообще замечательно. Потому что тис нужен. А найти его очень сложно. И давайте в заключение покажу вам блю-чип. Блю-чип это стелющийся можжевельник. Его все любят. Ну, все его знают. В принципе, особо про него рассказать нечего. Также я себе их оставил здесь 25 штук. И плюс, когда черенковал, были большие такие отростки, которые не влезали в кассеты сантиметров по 30. Их я тоже высадил у себя. И они даже попринимались. Поэтому я надеюсь, что блю-чипа в ближайшие годы будет очень много. Ну, а теперь давайте в заключение вам покажу, как выглядит тис, привезенный из Европы. Он был в контейнере P9. Это называется тис Гронленд. По-моему, так. Он просто шикарный. И он был тоже, кстати, в горшке P9. Вот в таком вот. Да, конечно, у него цена там раза в два выше, чем у моих тисов. Но качество, если честно, оно просто шикарное. Я тоже надеюсь, что его высажу. И не знаю, получится ли снять в феврале черенки. Но буду надеяться. Было бы вообще хорошо. Как-то так. Так что нам до Европы еще очень далеко по качеству. Просто шикарные такие. Ну, и давайте в заключение я вам покажу бересклеты, как выглядят. Если будет интересно, то пишите, сниму на них обзор. Вот крупнолистный с желтой каймой и с белой каймой. Один называется Аурея Маргината, а другой Альба Маргината. Я их, наверное, себе оставлю на больший контейнер, потому что их все спрашивают. И хочу попробовать продать их в контейнере С2. Есть такие вот мелколистные. А вот это один из моих любимых сортов. Мне нравится то, что он склонен к мутациям. Вот видите, именно у него бывают белые полностью листики, бывают зеленые листики, бывает стебель у него белый, бывает зеленый. А вот сейчас покажу тут, по-моему, вот этот удачный пример. Вот видите, уже есть с белыми такими листиками. Надо будет еще сорняки прорвать на нем, ну пусть. Это уже сделано на неделе. И вот это самый-самый ходовой бересклет. Этот сорт называется Миралд Голд. Он хорошо растет в Краснодарском крае, в Ростовской области. Не знаю, как север, не надо узнавать. И вот, кстати, о том, как он любит жить. Вот этот кустик, видите, он был упавший, я не заметил. Он вот так лежал. И он к солнцу сориентировался. Что уже стоит там дня три-четыре и никак не может выпрямиться. Ладно, ну на этом, наверное, и все. Буду заканчивать. Все, всем спасибо, что смотрели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!